Регата объявляется открытым. Ура! 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 Сегодня на Большой Волге и начинающие, и ветераны. В этом году в правила регаты Великая Волга внесли изменения. Теперь дети принимают участие в первенстве наравне с опытными яхтсменами. На линии старта яхты всех классов, крейсеры, лучи и швертботы. Ветер до 15 метров. Очень сильный. Ну, кто не умеет, это всё. Но здесь таких нет? Полно таких. Ветер 15 метров в секунду, и это не предел. Впервые за многие годы проведения гонок погода улыбнулась спортсменам, но не всем. Крейсерские яхты, они все разные, и уравнивают их по специальным формулам. То есть в яхте присваивается гоночная сила, и путём пересчёта уже распределяются места. Ну, а секрет победы – это всё комплекс. Это и матчасть, и подготовка, и тренировка, и настроение. Три круга – это 40 минут по волнам, и финишная прямая. Анатолий Иванович – бывший яхтсмен, а по совместительству – математик. Говорит, одной физической силы мало. Победитель должен разбираться в аэро- и гидродинамике. Все люди, которые сидят на этих яхтах, они представляют собой элиту общества. То есть это мыслящие, творческие люди. Рулевой должен быть сразу и скрипачом, и шахматистом, и штангистом. Потому что все виды вот этих, как бы отдельных видов спорта, все виды, они соединяются здесь. Парусный спорт считается одним из самых дорогих видов состязаний. В рейтинге самых элитных он занимает второе место после самолетного. Стоимость одной крейсерской яхты – около 70 тысяч долларов. Станислав Уваченко, Наталья Ковришкина, Валерий Богословский. Новости – Телеобъектив. Новости – Телеобъектив. Новости – Телеобъектив.